здравствуйте ребята меня зовут алтаричан и вы на моем канале если вам нравится эти топогеншины или прохождение игр вот такого рода то милости прошу а мы продолжаем здравствуй шарлот и это второй эпизод и это и это девятая часть так и в общем мы продолжаем с того места на котором мы остановились мы носим черное платье мы играем на фортепиано в четыре руки замечательно ты уже делаешь успехи скажи фрей я тут думала об истории что ты мне рассказал почему бумажная принцесса позволила себе запачкать чернилами разве они не ядовиты ну да чернила ядовиты тогда из-за чего так случилось из-за любви конечно это единственная причина это главная причина похоже ты еще не познала суть любви как таковой мисс валчар видишь ли единственная финальная цель любви это потеря личности великая смерть это любить значит пожертвовать своим это чтобы стать единственным единым целом слепить свои мысли поверье увеличение черта характера в одно целое именно поэтому бумажная принцесса уподобилась чернильной они стали одинаковыми так что нельзя сказать что это познала суть любви раз не можешь пожертвовать своими городе другого знаешь ли я считаю концепцию потери индивидуальности очаровательной поскольку это требует величайшей жертвы от личности божечки похоже пора просыпаться 25 мы дня три на самом деле прожили и тебе утро сет встанем по этим школу и ляжем спать новая задача в школу исследование истинного царства ты не кашляешь теперь она она стала получше ей стало получше давай используем омникуб так быстрее давай используем новое платьишко как насчет этого обычное платье что надеюсь давай тогда я должна была снять черное вот теперь пойдем в омникуб так сохранимся на всякий случай а то мало ли так то что нам школу еще не значит что нам на уроке правда черт почему мне никогда не пускают на тот этаж сад тут ничего особенно я немножко боюсь социализации хотя таблетки у меня есть но все равно ладно от этого никак не уйти второй или третий третий библиотеки никого нет на крыше тоже никого комната для релаксации и тут тоже никого кроме тетраэдров так что отправляемся на второй этаж и наверное в свой класс это не он это уже не я англи сегодня нет надеюсь ничего не случилось давайте начнем урок сегодня у нас урок рисовать мне нравится можно рисовать святые пейзажи и политических лидеров нельзя рисовать что хочешь всем ясно класс кивает чтобы такого пересывать я рисую здоровенного личинкота идеально это пейзаж это пейзаж с личинкотом урок проходит пора кушать почему бы нам не пообедать на крыше сегодня а потом можно заглянуть к личинкошку новая задача купить еды полезная еда я покупаю немного яблока не вполне недорогие идем на крышу крыша на третьем этаже но лифт ходит выше сюда вроде о си си юноша оборачивается все его лицо в бинтах и пластырях не может быть тебя опять избили ну как видишь ведь отказал я в просьбе вынести мусор во время уборки класса это несправедливо это несправедливо почему они тебя задирают пожалуй все потому что они разочарованы во мне они обижены яростны ведь я бог мизофоб застрявший в человеческом теле как они могут поклоняться мне если я так же беспомощен как они сами и все же помни не останусь я в этом сосуде надолго ведь я все еще в поисках способа избавиться от него однако это практически невозможно в доме не говоря уже про школьную территорию но кажется мне что наконец то я нашел выход кто знает возможно я вернусь в свое царство раньше чем кто-либо мог бы подумать значит ты скоро уходишь все однажды уходят к слову не хочешь присоединиться ко мне за обедом с радостью мы садимся на скамейку я рассказываю все об оракуле внутри меня и о кукловодах и наблюдателях о пифиях и палачах я рассказываю ему обо всем он не переубирает нет он не перебивает и не смеется надо мной в ответ все делятся воспоминаниями о прошлых своих воплощениях в других мирах знаешь я кое-что вспомнил сегодня это воспоминание о другом сосуде что было у меня однажды это было тогда когда часть человечества вознеслась и была благословена дарами одаренные построили город в небесах и назвали его эфиром он был белоснежно-белым и те кто жили в нем были беловласыми мой дар вызывал апоптос клеток а потому все к чему бы я не прикасался вывидала в тот же момент так погибла моя мать она счастливо взяла меня на руки еще младенца и это было ее смертельной ошибкой те у кого были дары столь опасны как мой содержались в изоляции поэтому единственный с кем я общался было виртуальные родители и другие гаджеты я боялся дотрагиваться до живых существ все закрывают глаза будто пытаюсь вспомнить что-то еще к несчастью больше в памяти ничего не всплывает наверное тебе было одиноко одиночество это человеческая эмоция для бога это бесценный опыт вот как итак я собираюсь продолжить свои поиски увидимся позже никуда пойти я пока не могу как смогу скажу покормим колечен котов сад они наверняка ждут нас новая задача заглянуть к личин котам может быть черная материя немножко помогает ей не кашлять так много на первом же вроде на первом сад идти наружу да вы будете яблоки сохранимся на всякий случай личинка ты черт начать говорить студенческий амальгомат потерял 3 очка желуд в добром здоровье еще 3 очка так еще 3 очка у нас минус 2 очка но мы вроде справляемся вроде справляемся сильнее 6 9 а то он примет таблеток социализация пришла успешно фу так вещи таблетки точка отката все это очень важно личин код нет ему плохо а им очень плохо они все мертвы кто-то кладет руку мне на плечо и я едва чувствую ее присутствие животным тут быть запрещено ты ведь знала об этом правда так что никто не в ответе за то что может с ними случиться я играла с этими личин котами я их кормила я приручила их фрей все же я не смогла быть с ними когда они нуждались во мне больше всего я ты ведь оракул фрей разве ты не можешь что-нибудь сделать я был оракулом мисс вайлдшайер все что делало меня оракулом исчезло особых сил у меня нет да и воспоминания о прошлом тоже именно поэтому я больше не оракул ныне одна лишь ты преддаешь мне облик и форму но даже это ужасно истощает тебя если ты воспользуешься даже толиками энергии и все что поддерживало в тебе жизнь рухнет прямо как в прошлый раз а уж мертвых к жизни возвращать далеко не шутки шутить пока ты меня отрицаешь мы в один прекрасный день друг друга истощим и совсем исчезнем но если объединимся в единое целое то обретем огромные силы но вопрос в том готовы ли ты отказаться от своего эго ради кого-то или так умрешь личностью подумай об этом на досуге фрейб подходит к груди маленьких тел и присаживается на корточки рядом с ними бедняжки давай устроим им достойные похороны ладно это очень грустно я не совсем понимаю почему все так вернуться в класс это раздевалка а нет класс здесь ой все на месте прежде чем мы перейдем к уроку я бы хотел сделать одно заявление как вам всем известно животным запрещено находиться на школьной территории и все же похоже что некоторые из вас кормили их вопреки правилам дабы не было дальнейших недопониманий скажу прямо причиной смерти кошек в саду стало пищевое отравление видите ли вредная еда крайне токсична для животных особенно та что содержит ксилитол который к слову чаще всего используется в продукции вредной еды чарля в шутку вы сделали это или нет животных убивать таким образом крайне жестоко мне все равно кто из вас это сделал но уж будьте добры избавьтесь от трубов в саду охрана вам не уборщики так что возьмите ответственность сами не может быть не может быть не может быть их смерть это все моя вина нет 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 все из-за того что они были голодны все из-за того что анри не сказала так сделать из-за того что сайт решил их покормить из-за того что меня заставили мисс Вайлшер вы в порядке? я знала Вайлшер убила тех кошек кота убийца кота убийца кота убийца нет 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 все не так кота убийца кота убийца кота убийца я просто хотела помочь кота убийца кота убийца кота кота убийца потоком, совсем не давая мне отдышаться. Я подавилась собственными словами. Все это моя вина? Я просыпаюсь опухшей и заплаканной. Си склонился надо мной. Как ты себя чувствуешь? Си, почему ты здесь? Не помнишь? Я принес тебя сюда. О, из-за меня столько хлопот. Хоть я и знала, что грязь интерпеть не может. Все хорошо. Как я и думал, обратился весь класс против тебя по моей вине. Ну, не волнуйся. Я нашел выход. Пойдем же. Куда? Что происходит? Я нашел выход из дома. Доверься мне, все будет хорошо. Во внешнем мире не будет ни охраны, ни одноклассников, ни даже рутины. Больше никто не поднимет на тебя руку. Но что, если нам там не понравится? Мы ведь вернемся, правда? Да, конечно. Ну, что ж. Боюсь, что мы не можем больше терять времени. Пойдем же. Лифт опускается на подвальный этаж, если активирован. А он на первом. Это и есть этаж, что нам нужен. У нас не возникнет затруднений. Все двери передо мной открыты. Не потревожь охрану, ладно? Если найдут они нас, все будет кончено. Давайте тогда сохранимся и еще сохранимся сюда. Так. Это лифт. Подвальный этаж. Тут никого нет. Ты уверен, что тут можно гулять? Насчет этого не волнуйся. Давай поищем укрытие в окрестностях. Добро пожаловать. О, вижу я, что у вас не все в порядке. Я-то знаю. Как насчет того, чтобы я продал вам права женщин с 10% скидкой? Заверните 3, пожалуйста. Права на гендерный идентитет в подарок. Или предпочтите свободу слова? Если сдадите права на жизнь, можете купить кучу всего до другого на заработанные очки. Пожалуй, мы пойдем. А, тут вот есть еще один домик. Добро пожаловать. У нас есть все, что вам только нужно. Посмотрим-ка. Носки от прокрастинации, протеиновые молочные коктейли от тревожности. Здорово, да? Или как насчет пластырей от панических атак? Что думаете? Может, я вам карточку клиента сразу сделаю? Простите, но денег у меня совсем нет. Тогда зачем вы вообще пришли? Глупые подростки. Мне не платят затрату времени на вас. Свалите отсюда, уж будете добрые. Тебе платят? Так, дорога треснутая, и пройти нельзя. Здесь этот продавец выглядит на удивление нормальным. А если предложить живой еды? Звучит многообещающе, только вот кошелька у меня с собой нет. Тут всякие знаки столбы, там красивая вывеска. Давайте попробуем под вывеску. Что-то не так? Ну, тут на входе написано, что это религиозный магазин. Ну, а как ни посмотри, это ведь обычный универмаг. О, госпожа клиенточка! Неужели вы думали, что должно быть по-другому? Религия нашего века, капитализм, и церквями его стали банки. В любом случае, вам нужно что-нибудь, что вам не нужно? Я без налички, простите. Не проблема? Денежной алтарь совсем неподалеку. Что, простите? Алтарь! Банковский автомат. Не говорите того, что о таком не слышали. А, вот как. Извините, и вправду нечего нам здесь делать. Спасибо за ваши услуги. Приходите еще. Буду молиться о вас в ближайшем банке. О, даже такую сатиру сюда запихнули. Это аптека? Нет, нет, нет. Ну, о чем же вы? Добро пожаловать в магазин знаний. Разве вы не знали? Информацию создают лишь для продажи. Не важно, правдива она или нет. Никому это уже не важно. Все голодны. Грезит лишь о том, чтобы откушать знаний. Старых, новых, тайных, забытых, использованных знаний. Все это в моих таблетках. Ну, вы несовершеннолетние, поэтому продать вам их я не могу. Как насчет жевательных таблеток с фильтрованными знаниями, со вкусом апельсинки? Боюсь, что нам придется отказаться. Спасибо за ваше время. Похоже, что тут нам места нет. Давай посмотрим, что нас ждет впереди. Впереди лабиринт. Внезапно я чувствую слабость в своих коленях. Закашлившись, я теряю равновесие. Си приседает на колене рядом со мной. Ты в порядке? Нет, я просто кое-что вспомнила. Этот лабиринт напомнил мне об этом. Вот как. Должно быть это болезненное воспоминание. Встать можешь? Конечно. Не обращай внимания. Сохраняемся. Так, тут делать нечего. Арт-лотерея. Одноразовые карточки внутри. Поиграть? Найдена карточка R. Не мешай. Пожалуйста, не мешайте спать. Арт-лотерея. Ночные игры. А. Так. Это описание. Всегда готовы убить, едят мыло, всеядны. Кукловоды. Кукловоды. Сет. Цель контролировать из... Они происходят из Вестенного Царства. Наблюдатели. Маски с черепами. Цель наблюдать. Из Вестенного Царства. Члены мирового правительства. Не вмешиваются в порядок событий, если им не прикажут. Фрейя или Фрей Пифии. Цивилизация четвертого типа. Манипулирует временем и пространством опасны. Каждая раса видит их по-своему. Оракул. Цель. Неизвестно. Божественная сущность. Один телесный сосуд. Не может выдержать здорового оракула. Омни-кубы. Всемогущая всеядная популяция выше, чем у моделей. Или популяция выше, чем у моделей. Высокий IQ. Личинка ты милый, как котики. Страшный, как личинки. Очень шумный. Любит еду. Да, но я хотела посмотреть. Ночные игры. Юные боги. Это даже немного романтично. Она такая у нас уже есть. Ночные игры мы тоже видели. Что? Ой. Извините. Он наверняка спросил про Сета. Но его приставили ко мне на мой десятый день рождения. Вот как. Я подумала просто, что твой кукловод отличается от остальных. Почему же? Знаешь ли, насколько помню, существует их четыре типа. Адам, Ева, Сета и Лилит. Адам самый мужественный и волевой. Ева, нежная хранительница очага. Сет, он же Сиф, мудрейший из них. Лилит, строгая и справедлива. Обычно они смотрят за девами. Лилит или Ева. Обычно смотрят за девами. Лилит или Ева. Удивительно, что присматривают за тобой кукловод мужского пола. Ха. Ну, Сет во многом особенный. Я такой. Так. Ну, если они повторяются... Имеет ли смысл? Отыскивать все. Выход мы уже нашли. Мне просто нужна лотерея. Да, все эти мы уже видели. Ну, и огромные же эти кубы. Есть в этом некое очарование. Ты можешь прочитать, что тут написано? Давай-ка посмотрим. Памятники анонимным лидерам, истинным правителям этого мира. Так. А что это за маленькие кубы? Думаю, это подношение душ. Кубовица держит не только данные души, но и символизирует эго человеческое. Черт. Я-я-я все пропустила. Из-за шифта. Все ненужные, необязательные, лишние и бесполезные. Все... Все, кто ничего в жизни не добьется, все похоронены здесь, в лесу дефективных. А-а-а! Это то место, куда попадают... Ребята по итогам учебного года. Запах настолько силен, что я закрываю лицо ладонью. Все делают то же самое. Заставляют задуматься, не могли бы... Не могли бы все эти люди. Наверняка они все те, кто в жизни не состоялся. И, возможно, среди них есть и жертвы суда. Но на судах никто не умирает. В каком-то смысле нет. Что ты имеешь в виду? Разве ты не слышала? Если куб твой отформатирует, опустошишься ты. А останется лишь без... Останется лишь без... Останется лишь безличностная оболочка. Пустышка. Станешь ты не более чем немым сосудом своего кукловода. Продолжишь делать квесты, открывать коробочки, добегать вокруг, пока не упадешь на обзничь. Тут тебя и закопают. Как отходы общества. Все хорошо, я буду делать квесты. Неужели мы тут однажды очутимся? На ветках дерева висят люди. Это место для самоубийств. Идем медленно. Ну что, продолжим наш путь? Что-то не так? Я думала, внешний мир будет порадушнее. Может быть, нам все же лучше вернуться? Вернуться в то место? Где нас снова втоптают... Втоптают? В грязь? Втопчут. Если будем держаться вместе, все будет хорошо. Если спрячемся в тумане, все будет хорошо. Все будет хорошо, Сид. Си. Так что, давай вернемся? Си горько усмехнулся. И посмотрел на меня. Мир, что отражается в очах твоих, должно быть чудесное место. Должно быть это добрый мир, полный красок. Но это не тот мир, что вижу я. Для меня он лишь блеклое мерзкое место. Даже воздух в нем отравлен. Поверь же мне, непринадлежим мы этим порочным землям. Но куда же нам пойти? Разве не очевидно? Си указывает в небо. Я не понимаю. Я нашел верный способ вернуться в свой истинный облик. Си что-то достает. Это упаковка таблеток. Я взял их в медпункте. Принять их нам придется много, но я убедился, что хватит на двоих. А? Ты все еще не понимаешь? Прости, наверное, плохо подобрал слова. Как бы это сказать? Я... Все запинаются на собственных словах. Они выходят с гонками, но улыбка все еще не сходит с его лица. Я хочу взять тебя с собой в мое небесное царство. Руку бери. Иди в свое небесное царство сколько захочешь. Не подговаривай других детей и следуй за тобой. Мы избавимся от наших земных тел и возвысимся над обитателями земными. Мы станем теми, кто очистит этот мир. Голову свою очисть? Что за приколы? Я не буду этому подвостровать. Я понимаю, что у Шарлотты есть проблемы, но у нее есть доктор. Доктор может ей помочь. А вот это вот что? Это нифига не помощь. Это в целом ничего. Нельзя просто сбежать от всех своих проблем. Согласна ли ты, Шарлотта Вайлчайль? Я хочу, чтобы это было твоим решением и ничьим другим. Но давай решай. Раз уж это только твое решение. Я не хочу ранить себя, но разве я не оставлю всех позади, если уйду с ним? Я представлю это тебе, Сет. Ведь ты всегда знаешь, как лучше. Ты уже в помойке, оставайся. Я уйду. Когда я возьму его за руку, Си улыбнется так ярко, так ослепительно. Это будет искренне, мягкой улыбкой, полной благодарности. Его рука будет подрагивать в моей. Он все так же будет тревожен, неуверен и напуган. Я сожму его ладонь сильнее, дабы заверить, что все хорошо. Страх это человеческая эмоция, Си. Вскоре она исчезнет. Мы покинем свои земные оболочки и вознесемся к небесам. Мы станем богами. Вместе мы принесем порядок в этот мир. Все порочное, все, что нечестно, уничижающее, неприятно, будет очищено. Все грязные цвета очистятся. Мы станем белоснежными. Давай и так. Мы станем счастливыми. Я отвергаю его руку. Он смотрит на меня с непониманием. Я чувствую, как растет комок в горле. Ни слова не вымолвайте. Я думала, ты поймешь. Си, прошу, послушай. Даже если ты боишься этого мира, даже если ты ненавидишь его, даже если он тебе отвратителен, я... Я хочу, чтобы ты жил. Че? Нет, я просто хочу жить. Я хочу жить. Он может делать с собой все, что он хочет с собой делать. Тут как бы мои полномочия, все. Я могу делать с тобой вещи, которые... Я могу делать с тобой. Потому как я кукловод. И ничего с ним я делать не собираюсь. Это был почти шепот. Но слова достигли его. Дыхание си сбивается, колени уже не держит. Это паническая атака. Я вижу, как он распадается на честь и прямо на моих глазах. В глазах моих сукостей. Так нечестно, Си. Это мне сейчас хочется плакать. Нам некуда пойти. Труп Бога смеется за моей спиной. Держите меня, Семера. Это не могло быть еще драматичнее. Строишь из себя не пойми кого. А сама ты говоришь все... Все, что ты, что ты говоришь. Так, кто не хочет погибнуть. Я закрываю уши. Это ты, мисс Вайлдшер. Да! Да, в этом и суть. А с чего я должна? Вопреки самоистязанию, всем мечтам о самопожертвовании, да и прочему, ты все равно хочешь прожить свою жалкую жизнь до победного конца. Именно. Сама ты жалкая. Пожалуйста, хватит. Просто признай это. Ты боишься смерти. Там, глубоко внутри, ты не веришь в небесное царство над тобой, правда? Хуже того, ты не веришь, ждет ли тебя что-либо вообще после смерти. Вот умрешь, да окажешься в полном одиночестве в пустоте загробной жизни. Даже твой любимчик Сэд не останется с тобой. Да и с какой стати, если ему смертельно скучно, когда нет целей и заданий? Признай, даже твой кукловод с тобой только до тех пор, пока от него есть чем поразвлечься. Молчи, молчи, молчи. О, я лишь хочу, чтобы ты была честна с собой. А вдруг вы живете в тамагочи мире, а? Тебе откуда знать? Вдруг я ее кормлю, пою, одеваю, глажу, играю с ней. Ты знаешь, как популярна тамагочи? М? Ты знаешь, как популярна тамагочи? Шарлотта, мой тамагочи. А значит, мне интересно делать с ней даже бытовые вещи. Хватит давить на ее психику. Это лишает меня очков развития. Мы ведь оба знаем, не так ли? Что все лишь используют тебя. Молчи! Ну какая разница? У тебя есть я, мисс Валшайл. Я буду с тобой даже в холодных объятиях смерти. Ничего не бойся. Дай ты уже этому мальчику умереть. Я бросаюсь вперед, сжимая горло Фрея так сильно, как могу. Мы падаем. Я душу Фрея своими руками. Становится трудно дышать. Я просто хочу, чтобы ты прозрела. Смотри, разве не видишь, что этому мальчику не терпится исчезнуть? Он не хочет быть спасенным. Это же моя семья. Мне больно. Он открылся тебе, а ты... Посмотри, что ты наделала. Нечестная тут лишь ты, мисс Валшайл. Я... Вот они. Поймать их. Кто это? Эта штука бы все равно пришла, да? Я надеюсь. Что ж, не будете ли вы так добры объясниться? Я... Ставить дом было моей инициативой, сэр. А ты где? Я заставил Шарлотту Валшайр пойти со мной. Мисс Валшайр, это правда? Мы в одном тайле стоим. Где он? Сив, ожидающий, смотрит на меня. Это так. Тогда, мистер Вордсфорд, могу ли я поинтересоваться, почему вы нарушили школьные правила? Сама собой. Я всего-то хотела глоток свежего воздуха. Не гоже богу этого мира вдыхать столь затхлый воздух каждый божий день. А мисс Вайлшайр не здоровилась, вот я и взяла ее с собой, вопреки ее воле. Видите ли, с искренним сердцем верил я, что поможет ей прогулка на свежем воздухе. Вот оно как. Мистер Вордсфорд, вам запрещается покидать свою комнату до судного дня. В наказание за ваше поведение вас лишат всех социальных очков, заработанных вами ранее. Мисс Вайлшайр будет ждать вас на уроках в обычные часы. Я забронирую вам время визита в лабораторию. Учитывая ситуацию, без медицинских тестов не обойтись. А потом мы проведем консультацию касательно ваших непристойных отношений с одноклассниками. После суда, конечно. А теперь возвращайтесь по своим комнатам. А, вот он. Да, мы в одном тайле стояли. Вот так. Поведу ли? Даже ничего не почитать. Дела как у тебя? Не стоило мне тебя покрывать, Си. Я сказал лишь правду. И все же ты потерял все социальные очки. Суда теперь точно тебе не избежать. Говоря об этом, есть просьба, с которой я хотела бы к тебе обратиться. Какая же. Если возможно, это пожалуйста, не отдавай мне свой голос в судный день. Если жертва неизбежна, хотел бы я стать ей. Не говори так. Пожалуйста. Это все, чего я хочу. Я не принадлежу этому миру. В порядке вещей то, что он отвергает меня. Поэтому прошу, не голосуй за меня. Это мой последний шанс оставить этот мир. Так и разошлись наши пути. В голове прозвенели слова человека с Антоном. Не стоило ему помогать. Слова Фрея подхватили. Не хочет он быть спасенным. И все повторялись снова и снова. Недавняя просьба, Си. Пожалуйста, не отдавай мне своего голоса. Можешь пойти попробовать на пианино поиграть. Никого тут нет. Тут тоже. Куда все делись? Фиолетовая комната все еще закрыта. Иной раз тут так много людей. Даже больше, чем я могла представить. А когда мне действительно нужно с кем-то пообщаться, тут вообще никого нет. О! Кто-то. Что такое, дорогая? Не заснуть? Угу. Я заварю чай. Вам какой? Есть улун, ханибур, жасминовый, ройбыш, чай, доброе утро, эрл грей, лиди грей, рождественский микс и японский лайм. Давай уж японский лайм. Вот и славно. Добавлю к нему ложечку меда. Прости, что помешало. Ничуть. Мне редко случается, что вдохновение ко мне приходит поздно ночью и заснуть уже не представляется возможности. Сейчас как раз такой случай. Вот как. А потому извольте поведать, что вас тревожит. Если вам нужно выпустить парфорт, пена комнаты всегда открыта. Ха. Не думаю, что отбивание аккордов посреди ночи поможет в этот раз. Тогда в чем же суть проблемы? Я думаю, я просто устала. Мне хочется отдохнуть хоть немного, но когда я закрываю глаза, дремлющий пух наваждением является в моей сны. А как я просыпаюсь, то возникают все новые и новые неприятности. Почему бы вам не проводить побольше времени в костюмерной? У меня уж точно найдется пара новых платьев для вас. К тому же, в последнее время я никак и никогда нуждаюсь в обратной связи, поскольку Феликс ныне категорически отказывается от примерок. Видите ли, у него деликатная фигура, а вы были так заняты в школе. Я понимаю. Спасибо тебе, Айден. Я постараюсь заходить почаще. Именно. У тебя есть дом. К чему вообще волноваться о каких-то вещах снаружи, если есть что-то внутри? Феликс, привет. Он кормит свою мухоловку. Он такой злой. Коробка полная засушенных червей и стоит неподалеку. Сейчас он не хмурится, воистину редкий случай. Ну же, закрой ротик. Летит самолетик. Момент спустя он замечает мое присутствие в комнате. Никак не заснуть? Угу. Я сужусь рядом с Феликсом. Мухоловка захлопнулась и, похоже, уже наслаждается едой. Хочешь, сделаю мятного чая? Не стоит утруждаться. Скажи, ты все еще помнишь о нашем путешествии в мир Оракула? Феликс не смотрит в мою сторону. Такое невозможно забыть. И то, что случилось в конце. Что ты видел тогда? Феликс колеблется. Ты стала биомассой на моих глазах. Чем же это было для тебя? О, я будто держалась за руки с красивой девочкой. Сама сойти, правда? Вот я и начинаю сходить сама. Все еще следуешь в рутине, как я тебе советую? Да, следую. Проснуться, пойти в школу, лечь спать. Я верила, что если буду придерживаться этих простых правил, то пить таблеток, сохраню остатки рассудка. Так может тебе стоят снова? Нет. Я не могу просто взять и снова начать их принимать. Если ты исчезнешь, если все исчезнут, я... Прости, забудь мои слова. И ведь день сюда уже совсем близко. Что, если тебя выберут? Не выберут. Я завела пару-тройку друзей. И социализировалась тут-то, да. Так что волноваться не о чем. Вот как. Прости, что толку от меня мало. Не волнуйся. Ты и так сделал куда больше, чем должен был. Ну и к тому же, я же теперь взрослая. Так что и с проблемами я справляться в состоянии. И правда. Что? Уже выросла ты из игрушек. Ну вот честное слово, ну и наивная же ты. Внезапно атмосфера в комнате меняется. Человек с зонтом. Разве мы не договаривались, что ты не будешь трогать жителей дома? О, я и позабыл. Мои извинения. Боишься, что я причиню им боль? Человек с зонтом вытаскивает скальпель из кармана Феликса, приставив его к своему горлу. Ну что, вспомним былые времена? Стойте. Хватит. Ха. На реакцию твою я бы вспомнил не без удовольствия. Да, только вот не в моих интересах совсем уж тебя сломить. Человек с зонтом продолжает играть со скальпелем, вертя его в руках. Зачем ты здесь, человек с зонтом? Да так. Как твой дружок поживает? Не очень. Я ранила его. Вот как. Человек с зонтом смеется голосом Феликса, меня пробирает до мурашек по коже. Так вот, да и я тут не с пустыми руками, а с ценным советом. Я хочу, чтобы ты подумала, как следует кого выбирать на суде. А то кто знает, может так и женщью своим выбором спасешь. Это все, что я могу сказать. Пока-пока. Раз, и человек с зонтом исчез. Ты чего это? Буду привидение увидел. Да так. Пожалуй, мне и вправду пора спать. Спасибо, что поговорил со мной. Спокойной ночи, Феликс. Спокойной ночи, Шарлотта. В телевизионной комнате нет Беннета. Жалко. Из Беннета... Из всех я в целом, наверное, симпатизирую намного больше Беннету. Давай пойдем спать, Сет. Давай пойдем спать, Шарлотта. Спокойной ночи, Сет. Я наигрываю знакомого Мелоди, имея ей город, которого нет. А ее везде знают, как город, которого нет. Та-та-та-та. Та-та-та-та. Та-та-та-там. Та-та-та-та-там. Там для меня горит очаг. Как вечный знак. Забытых истин. Мне до него последний шаг. И этот шаг длиннее жизни. Я пошли отсюда. Лишь завидев меня, Фрейз закрывает журнал памяти. Давненько не виделись, мисс Вайлшер. Слушай, не кисни ты так. Я хочу помириться с тобой. Я тут, к слову, провел небольшую уборочку. Раз уж не могу помочь в реальном мире, так решил хоть в разуме твоему браться. Посмотри-ка, разве не стало меньше тумана? Наверное. Фрейз светится. Вот видишь? Ну за что ты так? Я не просила об этом. Ну, знаешь ли, я тут прочитал в журналах памяти, что тебе печалит то, что твой разум затомонился с годами. И решил, что в моих силах помочь. Возможно, изменения заметишь не сразу, но скоро они войдут в силу. Вот как. Фрейм мягко обнимает меня, уткнувшись мне в волосы. Ни о чем не волнуйся, мисс Вайлшер. Скоро ты поймешь, что в этом мире не стоит оставаться. Сладких снов, принцесса. 31 день. Прошлый был 25. Это не день суда. Просто если это день суда, то его стоит запихнуть в эту часть. Хотя, наверное, так она выйдет на час. Но просто в таком случае следующая часть выйдет совсем коротенькой. Что у нас по заданию? Никаких заданий. И опять-то в каком-то другом платье. Вот так. Видите, я ее переодеваю. Она почти тамагочи. Никого нет. Никого нет. А что это никого нет? Что это мне даже пишут, что никого нет? Раньше такого не было. А раньше кто-то был. И тут никого нет. Выходи уже. И тут никого. Ну, это хотя бы очевидно. Там почти никогда никого. Никого нет? Так. Не открывал. Тут все еще закрыто. Причине возможно. Никого нет. Никого нет. Кто-то опять дал мне выбить свои таблетки. У меня так совсем не останется друзей. К сожалению, идти-то больше некуда. Лучше используем Омникуб. Ладно. Но что-то сегодня вообще никого нет. Сейчас узнаем в школе, день ли это суда. И если это день суда, то тогда мы запишем это дальше. А если это не день суда, тогда мы закончим часть. Вот. Ничего не происходит. Похоже, Омникуб сломан. Сет. Давай-ка осмотримся. Есть этот. Айден чистит ванну. Утречка, Айден. Доброе утро, дорогая. Каждый раз, как не вижу тебя, ты по уши в работе. Такая уж у меня должность. Не люблю жаловаться, но в последнее время Беннет с одним своим существованием вершит хаос и разрушение по всему дому. Может... Можете себе представить. Однажды я оставил банку с дамскими пальчиками на кухонном буфете, и в следующий день она была заполнена высушенными пальцами ног. Наглец решил, что я не замечу разницы. О, тебе, наверное, пришлось нелегко. Кстати говоря, похоже, что варп-куб не работает. Странно. Ни разу не увидел я, чтобы Омникуб переставал функционировать. Почему это Айден? Их эволюция давно превзошла человеческую, а потому они никогда не ломаются. Если Омникуб кажется сломанным, значит, таким казаться это его собственное решение. Попытайтесь запустить его снова. Вдруг сработает. Чисто вы пробовали выключить, включить заново. Нет, не сработало. Ну, в таком случае, как минимум, это задачка с Омникубом и, соответственно, с разговорами со всеми вокруг останется на следующую часть. Вот. А поэтому лайк, подписка, колокольчик, это все бесплатно для вас и бесценно для канала. Удачи вам! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!